Вот и пришла осень. Наверняка об этом сегодня с утра подумали очень многие череповчане. Кто-то оделся потеплее, а кто-то, не веря капризам природы, решил им назло пойти на работу в летней одежде. Однако и те, и другие под дождем мокли одинаково. А вот Дарья Матвеевна, как говорится, вышла сухой из воды. Помог модный дождевик. Между прочим, прислана из Москвы подарок приятельнице. Посмотрите, здесь пуговки, здесь пуговки. Нигде не мочат, нигде не поддувают. Очень хорошо, удобно. Всех советуете носить дождь? Да, конечно, конечно. Очень хорошо, удобно. Основательно подготовиться к дождям, как это сделала Дарья Матвеевна, можно было заранее. К примеру, довериться народной мудрости. Сегодня по православному календарю день одного из учеников Иисуса Христа Матфея. И как говорили в старину на Руси, Матфей не Настя подпускает, летний дождь осенним перебивает. Если бы с утра, собираясь на работу, я знала бы об этом народном прогнозе погоды, непременно надела бы куртку. А вот специалисты Череповецкого гидрометеобюро о погодных сюрпризах узнают самыми первыми. И о законах природы узнают не понаслышке. К примеру, сегодняшние дожди в Череповце – закономерный результат нашествия холодного фронта. На этой волне образовался частный циклон, который и поливал весь день череповчан. Одно радует – сделав свое мокрое дело, он быстро удаляется на северо-восток. А уже завтра, после прохождения холодного фронта, будет поступать более холодная воздушная масса и установится небольшой промежуточный антициклон. Мы будем находиться на его северной периферии. И на фоне роста атмосферного давления будет преимущественно без осадков. Температура ночью плюс семь, плюс девять. Днем температура не превысит 19-21 градусов. Такая картина будет радовать череповчан недолго – до вторника. С этого дня и до конца августа погода будет переменчивая. Но и в дождливые, и в ясные дни столбик термометра покажет примерно одни и те же цифры – 18-20 градусов тепла. А вот на осень пока загадывать рано, говорят специалисты. Одно известно точно – дождей будет больше обычного. А бабе лето все-таки должно случиться, отмечают синоптики. Правда, точную дату не озвучивают. Отсюда вывод – дождевики, зонтики и куртки далеко убирать не стоит.